Слава Богу, друзья, приветствую всех с Москвы. Здесь вот галерея Шилова, знаменка улица, часовинка такая небольшая. А сзади меня видите памятник князю Владимиру и Кремль. Да, я в самом центре столицы, в самом центре Москвы. Приветствую всех вас именем Господнем. Эти дни молюсь о духовном пробуждении Москвы и прошу ваших. Также молитв присоединяйтесь к молитве о духовном пробуждении и Москвы, и области, земли московской, и всей России во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Да, я как художник еще, конечно, восхищаюсь здесь очень много этих галерей, выставок, огромное количество. Вот, я постараюсь в эти дни все-таки попасть на некоторые из них, по крайней мере. Слава Богу. Вот, и благоставляю вас, конечно, искусство, вот живопись, в частности, оно выражает то, что Бог поместил внутрь нашего естества. Это творческое начало, вот, и, конечно, искусство, оно облагораживает искусство, оно как средство выражения, но не спасительно само по себе. Спасительно искусство лишь в том, вот, именно, качестве, как именно средство выражения, вот, этого откровения Божьего, выражения Божьего слова, Божьего помазания. Слава Господу. Вот, и молюсь, конечно, за братьев художников, молюсь о своей мастерской, о галерее, о мастерской, мастерская Духа Святаго. Так вот я уже несколько лет молюсь, это было откровением моим, да, от Господа, да, мастерская Духа Святаго. Я знаю, что, вот, Бог хочет прославиться через людей творческих, через искусство, через живопись, в частности. Но мастерская Духа Святаго, я рассуждаю, что это не просто даже живопись, не только живопись, это разные виды искусств. Это та мастерская именно Духа Святаго, где потенциал, который заложен Творцом в нас, он будет просто реализовываться. Он будет действительно во славу Божью раскрываться, славу Господу. Так что, друзья, вот так, молюсь, эти дни молюсь я в Москве, благоставляю столицу, буду проповедовать в разных церквях, разных конфессий, разных динаминаций. Вот, и потому что, знаете, кроме того, что молюсь за людей искусства и о мастерской Духа Святаго, о своей мастерской, действительно, Божьем Святом Духе, где будут раскрываться таланты, которые Господь дает нам, людям. Но также молюсь о сильном духовном пробуждении, действительно, о таком великом духовном пробуждении. Господь облагоставит о единстве верующих. И вот это великое пробуждение, оно через единство верующих, единство, общехристианское такое единство, оно должно прийти. Ему должно прийти именно через этому духовному пробуждению, через единение верующих, через единство. Иисус говорил так, да, да, сам Иисус Христос, Он говорил так, что записан в Евангелиях, что «потому узнают все, что мы ученики Его, если будем иметь любовь между собою». Знаете, действительно, проще, так, чисто даже по-человечески, проявлять любовь к чему-то, кому-то, далекому даже, вот, постороннему кому-то, но чем ближе человек, сообщество людей, тем сложнее проявлять, так, чисто по-человечески, да, это вот любовь бескорыстную, божественную любовь. Вот, и я так понимаю, что без Него мы ничего не сможем сделать. И с Ним лишь, и лишь в Нем мы в состоянии это иметь, это проявить, проявление божественной любви, возможно, только лишь в Нем, не своими силами, не нашими силами, однозначно. Его силой Духа Святаго. Вот, и, конечно, я часто проповедую в разных собраниях, в разных церквях, и последних уже 20 лет, больше, чем 20 лет, я проповедую в очень разных динаминациях, конфессиях. Да, до 96-го года я проповедовал исключительно только в православных, конечно же, храмах, проводил богослужения, будучи священником русской православной церкви Московского Париархата, то есть традиционалистской такой православной церкви, достаточно консервативной, ортодоксальной, в таком смысле слова, православной церкви. Да, это выражение такое, как раз Александр Борисов, помню, здесь в Москве, был когда у него, в 94-м, 95-м годах еще, будучи традиционным священником православным, я как раз и слышал от него это высказывание, ортодоксальные православные, хотя это немного так странно звучит, потому что православие-то есть, ортодоксия, но это как бы подчеркивает именно традиционализм, такой как бы укоренившийся традиционализм. Вот, и, конечно, я ничего против не имею традиционализма, вот, и человек всякий идет своим путем, каким-то Господом. Для многих людей, миллионов даже людей, традиционализм православный, он является некой ступенькой к небесам, неким таким поиском истины, как и любая религия, в общем-то, абсолютно. Вот, но, конечно, истина, она в самом Иисусе, она не в традиционализме, она не в религии, она не в традиции, а в самом Иисусе Христе, в личности, Господа, в Боге живом, вот, и пусть Бог благоставит вас, друзьям. И, конечно, буду говорить о единстве верующих в эти дни, здесь, в Москве, в разных собраниях, и здесь вот, и в центре, и на окраинах, вот, и если вы в Москве, или проживаете, или в гостях сейчас в столице, то буду рад общению с вами, друзья. Пишите на Viber, WhatsApp, по номеру, указанному там ниже, под этими видео, под всеми видео есть там адрес, там, Viber, WhatsApp, там, значит, обозначен у меня. Вот, и также обозначены там карточки Сбербанка, там, и Приватбанка украинского, каким образом, и пополнять мобильные номера можно тоже, российские, украинские, таким образом финансово тоже можете служить, участвовать в моем служении Господу в этих поездках. Сегодня, кстати, я рано утром выехал, в 5 утра, я записывал даже видео, значит, записал видео и загрузил его, уже будучи в Москве, на Анина, там, зашел в Макдональдс, там интернет есть как раз, и загрузил, значит, это видеообращение такое, которое записал я в Туле с московской заставы на остановке. Там обычно посадка с Блаблакар, попутчиком, часто путешествую, таким образом, своего сейчас автотранспорта пока не имею последние эти годы, и путешествую чаще всего вот таким образом, и, ну, я их часто называю это не Блаблакар, даже Блаблакчорч, потому что очень интересно бывает. Я даже там в своем этом, как бы, профиле, да, пишу, что я свеченнослужитель, художник, люблю путешествовать, рассказываю людям о Господе Иисусе Христе, так что вот так. Ну что, друзья, конечно, эти дни много тем для молитв. Сегодня, кстати, у нас 23, да, 23 по гражданскому исчислению, 23 июля, вот, как раз день положения Ризы в Москве, вот, и Риза положения, да, так называемая. Вот, и, конечно, молюсь о том, чтобы люди от традиционализма именно к живой вере, к евангелизму, путешествовали, будем так говорить, да, от силы в силу, от веры в веру. Вот, и, конечно, я об этом свидетельствую, рассказываю, в семинарах по истории христианства я об этом много рассказываю, вот, да и в проповедях часто говорю об этом. Почему? Потому что это, на мой взгляд, оживляет именно как раз и семинары, и в проповеди рассказываю о том, о своем пути от такой закостенелости, от традиционализма к живой вере, к живому Богу. Вот, ну, на самом деле, у каждого своего Бога, вот, выражение такое есть такое, оно, как бы, и неправильное, с одной стороны, выражение, потому что Бог-то, Он единый, Он над всеми нами, и во всех нас, и через всех нас, вот, но, с другой стороны, и это и правдивое высказывание одновременно. Почему? Потому что у каждого своя мера познания Всевышнего Бога на этой земле, у каждого свое какое-то откровение, понимание. Даже люди, называя себя атеистами, все равно какой-то опыт имеют откровение этого Бога познания любви определенной, потому что человек, он создан для любви и любовью, и живет любовью этой. Слава тебе, Господи, слава тебе. Благоставляю вас, благоставляю, пою благоставение священников. Я очень люблю это благоставение, люблю благоставение Ааронова, благоставение священников, Каэнов. На иврите пою, на русском языке пою. И сейчас, вот впереди там, если прямо по курсу, то там, вот метро я шел, как раз там, значит, храм Христа Спасителя. Может, получится даже там записать что-нибудь, посмотрим. Вот, давно там не было уже. Вот, и этот храм, он является таким, знаете ли, памятником истории. Ну, довольно трагичной истории, конечно, но памятником истории и пробуждения, в том числе, духовного пробуждения, потому что именно в этом храме, ну, не в этом буквально, а в том еще, до того, как его взорвали, потому что нынешний храм, это уже с нуля воссозданный, будем так говорить, в наши дни уже храм. А тот храм был взорван коммунистами, большевиками, значит, ну, такое было время, мы будем договорить, да, разбрасывать камни, и пришло время собирать эти камни. Вот так вот в жизни всегда происходит, не только в нашей истории, знаете ли, российской, нет, нет, вообще, ну, вообще в мировой истории человеческая цивилизация, так оно происходит всегда. Есть время, периоды определенные разбрасывания камней, есть периоды собирания камней, но и то, и другое, оно как бы, на самом деле, оно, ну, скажу так, закономерность определенная есть. Но периоды разбрасываний таких, знаете ли, истреблений, они тоже не из буфта барахты приходят. Мы знаем из Библии, что это следствие определенное, вот есть причины, причины следственной связи, очень четко прослеживается на основании Библии, на основании Слова Божьего, очень четко она видна, потому что в Библии есть исторические книги, как раз они помогают нам раскрывать это все, ну, видеть это, помогают видеть это для каждого из нас, становится очевидным на самом деле. Так что, друзья, вот так. Вот. Ну, и благоставляю вас. Вот, постараюсь записывать эти видео, если утром будет получаться, то сделаю еще и трансляцию утреннюю, так что подключайтесь утром, значит, в 6 утра, вот. Если не получится, то уже не обессудьте, тогда уже, значит, просто будем вот так вот, не онлайн, а как бы в Духе Святом месте молиться. Совершаем причастие, хлебополомление, где сейчас вот птички, они едят хлебушек, плюют, вот. Вот. Ну, у меня тоже есть с собой как раз причастие. Я беру с собой воду, беру с собой мацу, у меня немного мацы с собой, вот. И совершаю, даже в парке таком, допустим, на лавочке сидя, совершаю эфористию, рассуждаю о теле и крови Господа Спасителя Иисуса Христа и провозглашаю эту веру апостольскую, веру евангельскую, христианскую, которую мы уже два тысячелетия с вами, братья, исповедуем, что нет ни в коем ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Вот. А в Евхалистии, конечно же, я напоминаю, что самое главное, конечно, не вещество причастия, вот, а сама суть, именно само рассуждение о теле и крови Христа, вот это сама суть, самое важное. Так что, друзья, вот так благословляю вас всех. До встречи. С Богом. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. С гордой Москвы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Жумлёв, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Субтитры подогнал «Симон»